Ну что ж, добрый день, уважаемые слушатели. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. И сегодня, как всегда, в это время мы встречаемся с усмешанными бизнесменами. Задаем им много всяких вопросов. В общем, пытаемся понять, как действительно делать бизнес в России. Тема сегодняшней программы – «Эвент. Бизнес в России». Вещь для многих, наверное, знакомая, для многих понятная. А многие, может быть, слышали об этом первый раз. Сегодня мы более детально это обсудим. И я представляю моего гостя в студии бизнес-класса Сергей Князев. Генеральный продюсер «Эвент. Агентство Князев». Добрый день, Сергей. Добрый день. Ну что ж, давайте сразу же начнем наш эфир. Первый вопрос, Сергей, вы как профессионал расскажите нам. А что такое «Эвент. Бизнес»? Ну, «Эвент», если просто, то это корпоративы, свадьбы, юбилеи, дни рождения, детские праздники. Здорово. А если не просто? Если не просто, то это организация событий и мероприятий, связанных с теми или иными какими-то такими ключевыми датами в жизни города, например, в жизни компании какой-то, корпорации, допустим, ну или какой-то частной персоной. А можно говорить о том, что «Эвент» компании, ну ваша в частности, может, так сказать, делиться, или точнее так, «Эвент» компании могут делиться на какие-то группы в зависимости от того, чем они занимаются. Разумеется, совершенно верно. Есть в «Эвенте» свои направления, есть событийный маркетинг, это праздники, которые устраиваются с целью продвижения какого-то бренда или какого-то продукта, там, услуги, банка, например. Есть такие «Эвент-агентства», которые специализируются исключительно только на корпоративных праздниках. Вот корпоративы по случаю дня рождения компании или там Нового года, 8 марта, есть «Эвент-агентства» только свадебные, я скажу. Это то, что я в газетке вижу, «Тамада-баянист», да, когда свадьбы. О, вот это точно про нас, вот это да. Кстати, расскажите, а как вы оказались в этом бизнесе? Ну, как я оказался, это, наверное, такая обычная банальная история для любого КВНщика, потому что в свое время я учился в Новосибирском пединституте, занимался активно КВНом, даже больше, чем, скажем, занимался учебой. Ну, и так получилось, что КВНовское прошлое привело меня вот в бизнес, где организация праздников является ключевой. Кстати, я очень часто слышу, что КВНщики в основном занимаются КВНом и забывают об учебе. Так оно и было, да. Я был очень плохим студентом, учителем истории я не стал. Ну, с другой стороны, вы видите, вы занялись бизнесом, то есть в конечном итоге, что вот этот задор КВНовский, да, заставил вас заняться. Ну, в первую очередь, в КВН-то идут люди те, у которых внутри уже какой-то огонек есть такой, да, вот хочется делать какие-то яркие эмоции, создавать что-то такое интересное для людей, которые приходят однажды, да, для того, чтобы просто поднять настроение. Ну, вот ты этим занимаешься и вдруг понимаешь, что без этого уже жить не можешь. А первые мероприятия вы помните, которые вы провели? Это была студенческая свадьба еще, когда в пединституте я учился, и мой приятель... Ну, студенческая, ваших, да, ваших непосредственно сарапиков. Да, моего друга, который женился, денег нет, как всегда, у студентов, и надо было сделать яркую свадьбу. Ну, вот мы сделали... А, еще и был сухой закон, вот тут, надо сказать, это было Горбачевское время, да, и тут, в общем, безалкогольная свадьба была. Смотрите, яркую свадьбу, но еще сухой закон. Ну, вот, и мы придумали такое количество каких-то интересных моментов. Знаете, взяли все обряды и ритуалы свадебные, которые у славян существовали, и все это, конечно же, переделали на свой лад, все это обсмеяли, значит, и с хорошей иронией провели пять часов свадьбы, всем было весело. Кстати, все отмечали, что как-то, в общем, оказывается, без спиртного-то можно веселиться. Можно веселиться, да, забавно. Ну, я предположу, что задача была просто решаемая, потому что это ваши друзья, это все люди знакомые, тем более молодые студенты, боже мой. Я уж не говорю, да, что палец покажи, и все, и, значит, хохотун напал сразу же. А то, что сейчас вы серьезно занимаетесь и общаетесь с разного рода, видимо, да, какими-то задачами? Ну, вот сейчас, да, сейчас, когда это стало уже бизнесом, и ты несешь ответственность за деньги, которые берешь у корпорации или у людей за то, чтобы сделать им хороший праздник, тут, конечно, да, возникает ответственность, а ответственность приводит к тому, что работаешь только исключительно с сильными профессионалами, то есть, если звук, свет, то это, конечно, профессиональные команды, если это... У вас есть какие-то постоянные партнеры? Ну, как сказать постоянно, мы все равно проводим определенные тендеры, каждый раз сталкиваем лбами тех, кто хотел бы, скажем, оказывать эти услуги и получать от нас заказы, а поскольку агентство известно, желающих у нас достаточно много, мы, конечно, подбираем исключительно так, под задачи. Если нам надо на стадионе праздник устроить, это, соответственно, одни подрядчики, да, если нам надо вот такую тонкую, эксклюзивную, какую-то кружевную работу со звуком провести в зале какой-нибудь там усадьбы старинной, да, там настройка звука одного уже занимает, там часы порой, но, разумеется, другие подрядчики, ну и вот все вот так. Дизайнеры, оформители, аниматоры, которые встречают гостей, развлекают, раскачивают настроение к началу праздника. Вот здесь, конечно, очень много профессионалов, слава богу, сейчас на рынке недостатка нет в этом. Актеры, актеры, музыканты. К нам, да, очень часто обращаются и телеведущие, и актеры кино, актеры театра, которые бы хотели еще и, так сказать, зарабатывать на том, чтобы проводить мероприятия. Это для них только подработка. Ну, имеется, да, потому что многие из них неплохо зарабатывают и, в общем, в целом, как бы хорошо строят свою карьеру на основном поприще, ну, а у нас вот получают подработку. Ну, как бы звезды и эстрады зарабатывают не только ведь концертами, но и выступлениями на корпоративах и на свадьбах. Я прошу прощения. Да, Сергей, я прошу прощения, но у меня вообще была информация такая, видимо, может быть, я ее где-то не на очень корректном ресурсе прочел. У меня была информация такая, что звезды-то в основном зарабатывают на корпоративах. Точно. Потому что никакие концерты и все остальное. Такого дохода не дает ни один концерт. Ну, вообще, организация концерта – это очень затратный механизм, там, и на одну рекламу нужно потратить немалые деньги, чтобы собрать зал, например. Если вещь о туре, о каком-то гастроле. Да, корпоратив – это гарантированный гонорар, который артист получает просто уже вот заранее, когда мы с ним обсуждаем, что нужно приехать 45 минут от Пети, и ты получаешь свой гонорар. То есть, именно поэтому, да, многие артисты стремятся. Ну, я могу вам сказать, что… И просто многие уже… Тут надо сказать, что это же не только российский рынок так устроен. Это и зарубежные звезды у нас, надо сказать, кого мы только не привозили. Звезд такого уровня, что если бы там фанаты знали, кто у нас с Домодедово приземлился, то, наверное, аэропорт разнесли. Ну, подождите, Сергей, это не только российский рынок. Они едут-то сюда, в Россию, там-то они на корпоративах не работают. Вы знаете, и там работают тоже. Да, и там работают, работают и в Англии, и во Франции, и в Италии, и в Штатах. Я как-то не очень представляю себе корпоратив, я не знаю, какой-нибудь там день рождения General Motors. Вот как раз вы точно, прям в десятку. День рождения вот такой крупной корпорации, какой-нибудь с международным уровнем, они порой, когда у них действительно знаковая дата, они приглашают коллективы мирового уровня, они у них там выступают. То есть, все так же, как и у нас? Все то же самое, абсолютно. Так что, знаете, существует такой миф, там, только в России на корпоративах, ничуть не бывало. Я работаю по всему миру, могу вам сказать, что мое агентство звезд возит и на корпоративы таких вот компаний международного уровня. Серьезные, серьезные. Везде. Мы говорим о вашем агентстве, ну и в то же время всегда хочется узнать, а насколько конкурентен этот рынок, много ли профессионалов? Невероятное количество конкурентов на нашем рынке, хотя бы потому, что войти на этот рынок можно достаточно легко, имея просто мобильный телефон в кармане, не надо покупать производственные мощности или торговые площади. Не обязательно сразу офис супер-пупер. Не обязательно, не обязательно оснащать все это оборудованием, там, станками, нанимать целых штат огромных, там, каких-то специалистов, рабочих, там, и так далее, и так далее. Все просто. Есть мобильный телефон, есть умение общаться, заводить правильные связи, и можно уже на этот рынок войти. Поэтому вот на сегодня в Москве, например, по разным оценкам, что-то от полутора до двух тысяч агентств работает. Но при этом, при всем, конечно, профессиональных агентств, таких вот, ну, которым можно действительно доверять, это, ну, от силы 30, может быть. Но все равно 30 агентств на одном рынке, в одном городе, это уже немало. Ну, если это речь о Москве, мне кажется, 30 это ничто. Ну, тут надо учитывать, что эти 30 масштаб своей деятельности имеет достаточно такой... То есть, у каждого из них не только лишь один мобильный телефон и желание, да, это серьезные... Это команды уже, да, сидящие в хороших, удобных, современных офисах. Каждая команда борется за то, чтобы, там, выиграть в том или ином тендере, предположим, да, там, ну, я не знаю, вот недавно, там, юбилей крупного сотового оператора, допустим. Ну, понятно, что все 30 агентств ринулись туда, чтобы взять... Есть возможность заработать, давайте. Так, интересно, как, чем они друг друга... Ну, вы знаете, вот раньше как-то боролись на почве креатива в основном. Кто предложит наиболее интересную концепцию праздника, там, наполнит ее какими-то, да, эффектными такими элементами. Сейчас, с тех пор, как вот года три, как передали все это в отделы закупок, а в отделах закупок сидят нормальные ребята-хозяйственники, которые в первой половине дня, например, проводят тендер на поставку, там, ну, констоваров, допустим, в офис, да, а в второй половине дня приходят такие, как бы, в это... Креативщики. Да, с творческим продуктом. Им не очень понятно вообще, как это все оценивать, и они, ну, разумеется, они идут по простому пути, там, кто ниже плинтуса упадет в своей, там, рентабельности, это темный заказ отдадим. И, надо сказать, что очень сильно пострадал ивент-рынок, прежде всего, ну, с точки зрения качества программ. Как только отделы закупок, хозяйственники взялись за это. Вот все. А откуда, кстати, вот эта идея, эта мода на отдел закупок? А, вы знаете, я так понимаю, что это вот пошла мода с запада, пришла она, почему? Потому что там отделы закупок не занимаются, кстати, творческим продуктом. Они занимаются тем, выбор поставщиков штучного, или, как бы это сказать, товара, имеющего свойства. Ну, как вот, например, там, если авторучки, то вот они должны быть определенного качества, допустим, да. А творческие продукты не дают. У нас пошли по простому пути, заимствовали вот эту правильную структуру, хозяйственники должны подбирать лучших подрядчиков, поставщиков. Ну, пусть в том числе и поставщиками праздников занимаются. И вот здесь, конечно, вот та собака зарыта, которая привела к тому, что праздники стали хуже. Слушайте, вот это очень интересно. Сейчас мы поговорим о качестве, ну, естественно, о ценах. Сейчас время новостей на Финам.ФМ. Слушаем новости, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в гостях Сергей Князев, генеральный продюсер ивент-агентства «Князев». А говорим мы как раз на эту тему, эвент-бизнес в России, как он выглядит, как он строится и как, как я понимаю, Сергей, как он переживает сейчас не лучшие времена. К сожалению. Ну, как не лучшие переживают заказчики. У нас-то как бы по-прежнему все в порядке, а вот качество праздников для заказчиков, увы, стало ниже уровнем. Ну, заказчики это почувствовали в какой-то момент или начинали? Я не знаю. Дело в том, что раньше, скажем, еще до того, как в отделы закупок передали функцию выбора подрядчика творческих услуг, занимались этим чаще всего отделы персонала. А там сидят кадровики и ребята, которые с хорошим психологическим оборудованием. Ну, близко к творчеству. Да, и они четко ставили задачи даже. Да, вот у нас, например, надо помирить на праздники два подразделения. Бухгалтерия терпеть не может отдел логистики. А отдел логистики ненавидит бухгалтерию, потому что там тонны на километры не сходятся, бухгалтерия требует отчетности. Вот нам сделать так бы, чтобы они все-таки помирились. Вот тут, ты понимаешь, это творческая задача. Тут уже креатив опять. Да, и мы уже начинаем, как это в празднике сделать так, чтобы, значит, вот этих бухгалтерш... В основном это бухгалтерши все-таки. Да, а ребята, значит, шоферюги или, допустим, грузчики из отдела логистики все-таки бы как-то бы полюбили. Мы устраиваем такие тонкие моменты, как сделать так, чтобы одни других приглашали, участвовали вместе в конкурсах. На белый танец, например. Но сейчас, как только хозяйственники занялись выбором поставщиков, понятно, уже таких задач не перестает. Сейчас сухая цифра, да? Вот такой бюджет и все, ребята. А сейчас все вернулось к банкетам, знаете, советского типа. Это когда вот все сидят за накрытыми столами, а на сцену выходят одни артисты, потом другие артисты, вот третьи номера, номера. Ну, то есть вот такое вот. Ну, понятно, все встают потанцевать, когда на сцене... Кремлевский концерт такой. Да, это такой концерт на день милиции. Конферансье выходит, объявляет, а сейчас номер программы такой. Кстати, по поводу конферансье. А профессия еще жива или все это уже давно? А вы знаете, конферанс, наверное, сейчас уже преобразился в вот то, что называется действительно шоумен. То есть ведущий – это не тот, кто объявляет номера, а между номерами рассказывает анекдоты и какие-то шутки там, да? Чтобы связать каким-то образом. Да, здесь ведущий сейчас современной программы, тем более корпоративного праздника, да неважно, корпоративного, частного праздника, да? Это человек, который должен формировать настроение, очень тонко подбирать ключи к аудитории и... Профессия сложнее стала. Намного сложнее стало, да. Нужно просто реально контролировать зал и вести его как бы за собой. Вот представьте себе, в любом празднике, на любом празднике есть гости, такие, знаете, так называемые зажигалки. Это душа компании, которая сидит за столом, ему хочется тут, значит... Причем, когда вам заказ поступает, я предполагаю, да, то есть вам вот этот товарищ из отдела продаж или откуда... Он сразу говорит, вот в бухгалтерии, да, Людмила Васильевна, вот она зажигалка, вы бы на нее, пожалуйста, отдали. Вот если бы они нам так говорили, это было бы хорошо. Вот отделы персонала в свое время, когда они занимались, они это говорили, а хозяйственники нет. Поэтому мы уже там на ходу вычисляем этих зажигалок. Так вот, зажигалки, как правило, что? Они могут увезти целый столик с праздника, как увезти? Не физически, а тут вот на нашем празднике устроить свой праздник за столом. Конечно, это не здорово. И поэтому ведущий должен очень четко реагировать, вычислять этих зажигалок, быстренько их включать в программу, чтобы они все вместе... С союзниками ее делать, вот и все. То есть это тонкая работа. Да, профессия усложнилась, да? Профессия усложнилась. Так, хорошо, тогда давайте мы попробуем структурировать все же еще раз более подробно. Сергей, расскажите, пожалуйста. Итак, основные события, ну, как минимум востребованные сейчас на рынке, это какие? Помимо того, что я... Ну, давай. Ну, да, ну, в первую очередь события, конечно, городского характера, да, это когда крупная компания какая-то выводит новый бренд или новую услугу, да, и обращается уже к нам, к тем, кто занимается событийным маркетингом, пиарщики, проще говоря, да, сделать такое событие, чтобы о нем пресса написала, причем так, чтобы ей не платить за это. А так бывает? Ну, вот мы научились это делать. Я сразу хотел говорить, так, чтобы о нем пресса написала. Я подумал, а что ты внутри-то, надо договориться с прессой, она пишет. Я вам пример приведу, да. В свое время, 7 лет подряд, мое агентство делало фестиваль фейерверков на Фрунзенской набережной, а задача-то была в свое время поставлена нам компанией, японской компанией, которая, говорит, задача была такая. Вот очень хотелось бы, чтобы пресса бы о нас писала, но при этом мы бы ей не платили. Я говорю, ну, ребят, ну, это надо что-то событие какое-то, вы прям мощное делаете. Вот, они... Потому что многого хотите. Да, ну, фактически они финансировали фестиваль, а по отзвуку в прессе об этом фестивале, с упоминанием бренда этой компании, с, знаете, с этой джинсой, когда, знаете, вот в кадре мелькает бренд постоянно, да. Мы когда подсчитывали, получилось, что раза в три больше им пришлось бы заплатить, если бы они вот просто деньгами платили в рекламные службы этих вот средств массовой информации. Ну, то есть, задача была решена. Да, и поэтому семь лет подряд в Токио принимали решение, повторяя, мы еще делаем фестиваль, ну, и так далее. Я понял. Так, хорошо, ну, это такой глобальный, да, а если продолжать эту линейку, что там... Ну, дальше идут, соответственно... А, ну, надо сказать, что светские мероприятия, очень много в Москве светских мероприятий. Что это зачастую? Что такое светское мероприятие? Мы вроде бы собираем селебрити-звезд, каких-то эстеблишмент политический или там деловой эстеблишмент. Обязательное условие, что там должны быть люди медийные, что-то... Да, 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 да. И это все на престижной площадке, какая-нибудь такая, знаете, вот, либо новое что-то такое, где вот прям, ну, очень хочется всем побывать, либо просто само по себе такое дорогое место. Вот. А на самом деле все это всего лишь продвижение какого-то нового бренда часового, например, там, швейцарских часов или каких-то там ювелирных изделий, парфюма ленового, там, лошадей привезли для продажи, например, там, орловских рысаков. И мы так, между прочим, светская вечеринка, без повода, ребята, собираемся, лето началось. Ну, а тут у нас вот рысаки. Да, миллион стоит, миллион долларов каждый рысак. Посмотрите, какие красивые лошадки. Кто хотел бы свою конюшню? Ребята, вот, пожалуйста. Попался, да? Попался. Ну, это вот направление все событийный маркетинг. Ну, и корпоративные праздники – это второе направление, конечно, очень активное, потому что в России, как нигде, ни в одной другой стране корпоративные праздники любят. Мало того, очень грамотно их используют. Почему? Потому что это все-таки инструмент, инструмент, как бы, вот, настройки сотрудников на хорошую работу. Вот. Трудно себе представить сейчас какую-нибудь фирму, какой-нибудь банк или завод, где к Новому году, например, для сотрудников не делают праздник. Ну, просто люди не поймут. Вот просто, как это, что это... Да не выйдут на работу. Ну, они выйдут на работу, да. Когда все вокруг праздновали, а нас тут как-то вот руководство вдруг не отметило уже. Ну, подождите, вот сотрудник воспринимает этот корпоратив, новогодний в частности, да, это как внимание к себе, как некую, я не знаю, плату за то, что я сделал в этом году и аванс за то, что я сделал в будущем. Да, это, вы знаете, это такое нематериальное стимулирование, как бы, да, то есть можно, конечно, эти деньги просто по конвертам раздать всем сотрудникам премии, и другой вариант, собрать всех вместе, пригласить для них звезду какую-то, а то и несколько, устроить красивый праздник, с, понятное дело, с честованием там передовиков, вручением ценных подарков при всем коллективе. Да, надо сказать, что вот мы многое заимствуем на Западе, так вот я хочу сказать, что работая за границей очень много, я вижу, что сейчас Запад у нас начинает заимствовать вот эту традицию применения корпоративов. Ну, еще представьте себе, лет 7-8 назад во Франции трудно себе было представить крупную компанию, какой-нибудь парфюмерный там завод, допустим, я помню, корпоратив у них был полтора часа. Полчаса на сборы, час, это выступление руководства, там, значит, спасибо всем за работу, здорово, что мы вот такая дружная команда. Покричали еще на покричащих. Да, фуршет, понятно. Фуршетик легкий и разбежались. Да, и разбежались. Все, сейчас, я смотрю, уже очень часто стали не случайно к российским агентствам обращаться с тем, чтобы провести корпоратив где-нибудь в Италии, во Франции или в Германии. Почему? Потому что они видят, что у нас есть опыт проведения другого порядка вот этих же праздников, и они все хотят вот этот тимбилдинг, который у нас уже, наверное, оскомину всем набило, а у них он только вот так вот, скажем, входит. Ну, тимбилдинг, все-таки это американизм, и про что такое? А, вы посмотрите, американцы тоже ведь проводили фуршеты, да, все время. То есть, этот тимбилдинг зачастую сводился к тому, что руководители фирмы выходили, значит, говорили, вот как здорово, что у нас вот отличился тот менеджер, вот этот, вручаем ему там дорогой какой-нибудь. Я вспоминаю американские фильмы, там очень часто вот такие. Вот, 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 и все стоя, заметьте, да? Да. О, вот теперь даже американцы стали заимствовать, у нас банкеты, вот эти, вот, знаете, когда столы все сидят на столах, там, рябчики, там, ананасы. Ломятся, столы ломятся. Вот, ну, то есть, вот так. Реально они стали заимствовать у нас, поэтому не все мы на Западе, и Запад у нас тоже. Это отрадно, это отрадно слышать, это отрадно. Так, корпоративы, да, дальше, ну, и дальше частные. Ну, частные вечеринки, юбилеи и так далее, ну, трудно себе представить, там, семью, которая бы, скажем, отмечала свадьбу своих молодоженов, ну, скажем, скромненько, там, знаете, опять же, в формате полуторачасового фуршета. Ну, просто не поймут же люди у нас, поэтому свадьба, это, ясно, крупная события. Ну, Москва слезам не видит, помните, там, да, ну, кто же, по-моему, это героиня, не помню, как, ну, неважно. Фраза звучала тогда, ну, кто же нормальный пойдет отмечать свадьбу в ресторан, ну, дома, да, да, да. А сейчас, ну, нет, сейчас, конечно, только в ресторанах, и, мало того, благо, Москва и любой другой город предлагает сейчас огромное количество разных площадок, и загородные, и внутри города, и с открытыми верандами, и там, и так далее. Но в последнее время востребованы как раз другие свадьбы, то есть, с таким, знаете, с хорошим приключением каким-нибудь. То есть, событие должно быть внутри свадьбы, да? Да, вплоть до того, что свадьба может пройти где-нибудь в чаще леса, на пушке, где, там, на пенечках гости сидят, вокруг костра, на костре, там, кабанчика жарят. Это реальный пример сейчас? Я вам абсолютно говорю, реальный, да. Да, с вертолета приземляются молодожены, значит, выходит, там, церемоний мейстер, все это, знаете, вот, в формате такого, знаете, вот, как в сказке лесничий такой проводит, там, бракосочетания. Ну, а потом у нас ведь очень читающая страна, поэтому очень любят по литературным произведениям. Я могу вам сказать, свадьбы, там, например, в формате, ну, Ильфа и Петрова, допустим, там, золотой теледок, 12 стульев. Ну, там, благодатная почва, конечно, столько можно доиграть. Три мушкетера у нас, ну, это же вообще тема любимая. Там, казачьи свадьбы и прочее, вот такие, знаете, вот, с хорошим литературным колоритом. Я никогда не забуду, когда однажды пришла пара и говорит, знаете, мы бы хотели свадьбу, вот, необычную. Ну, о, это здорово, хорошо, мы любим такие, давайте, да, что там необычное. Вот мы оба любим «Мастер Маргариту» произведение Булгакова, ну, здорово, нормально. Особенно нам нравится «Бал Волон». Вот, я представил себе, боже мой, неужели. Я, значит, смотрю, я говорю, ребят, ну, слушайте, ну, это же вообще-то, ну, если разобраться, да, это такой вот, это такой бал сатаны, всех пороков и, там, ну, это ужасный ужас. Они говорят, а мы такие, гости у нас такие, так что все нормально. Вы знаете, получилось невероятно красиво. Вот мы гостям предложили заранее, значит, выбрать себе образы. Образы составили, там, порядка где-то двухсот у нас было гостей, вот где-то двести образов. Мы даже придумывали некоторые пороки специальные. Ну, сложно, да, на двести гостей-то, да? Да, раздали им атрибуты, костюмы, ну, чтобы как-то они там были похожи. Маму-невесты усадили, как вот Маргарита сидела и к ее колену все прикасались. Так вот, к колену, к колене, мама-невеста, да. К колене тещи, тещи. Так, кто-то, значит, его целовал даже, ну, кто-то просто прикаснулся. Кто-то ко мне в канал, он мне говорит, Сергей, вы знаете, я теперь знаю, кто ко мне как относится. Да, это была лакмусовая бумажка. Здорово. Сергей, сейчас прервемся, у нас новости на Финал ФМ, послушаем новость и продолжим нашу беседу. Ну что ж, друзья, мы продолжаем, продолжаем сегодняшний эфир, ивент «Бизнес в России» мы обсуждаем сегодня с моим гостем Сергеем Князевым, генеральным продюсером ивента агентства «Князев». Кстати, Сережа, я вдруг подумал о том, что неприхотливо, как называется, ваше агентство. Ну, вы знаете, это бренд своего имени, не случайно это было, потому что я начинал в 98-м году, дефолт, в стране все рушилось. С Бога, 98-й, 2008-й. Ну, вот представьте себе, да, и я тогда подумал о том, что как-то вот подорвано доверие к красивым фирменным названиям, особенно, знаете, с латинскими там, каким-нибудь там, звучанием таким там. Вот, я думаю, зато очень просто будет, когда человек отвечает своим именем и своим лицом за то, что он делает. И потом звучные фамилии все-таки, что там. Ну, и да, и надо сказать, еще и была мода на балы. Она сейчас возвращается, вот 10 лет прошло, да, и вот, ну, больше 10 лет, да, и вот сейчас я вижу по кругу, вот как, да, по спирали развивается. Мода на балы, то есть бал как некое самостоятельное мероприятие или то же самое мероприятие личное, да, в формате бал. И балы, посмотрите сейчас, и балы как противные, причем тематические, зачастую, там, рождественский бал с костюмами, со всеми такими вот атрибутами. И бал как просто событие для того, чтобы принять там каких-то важных партнеров по бизнесу. И бал, понятно, частный праздник, там, юбилей, предположим, там, человеку исполняется, там, 50, он говорит, знаете, я по жизни гусар, ну, давайте, может быть, мы вам гусарский бал, давайте. И понеслась там все атрибуты гусарского бала, кивера, там, и фалеты, сабли, которыми яблоки рубим, там, карты и прочие дела. Ну, все вот так, мазурка, кадриль, там, вальс, это уже так, гостям показываем три прихлопа, три прихлопа, как это все нравится. Ну, я думаю, они в восторге все равно. Конечно, да. То есть балы, вот, тогда они были вообще, знаете, вот, такое впечатление, что по любому поводу устраивали балы, причем, да, я еще тогда, ну, я все-таки хоть немножко историк, и потому я спрашивал, я говорю, а вы как, по какому протоколу хотите? Люди так настораживались, а что, какие-то разные? Ну, вот, смотрите, есть всем известный венский бал, это, по большому счету, наверное, все-таки самый скучный протокол, он такой очень пафосный, вот, я говорю, зато есть Петровские ассамблеи, это вообще-то бал, который пришел в Россию, ну, с духом Петра, понятно, там, да, очень много возлияний, шуток, розыгрышей и так далее. Потом были балы Анны Ивановны, это строгие балы, такие в немецком формате. Чопорные. Чопорные. После чего балы Елизаветы Петровны были, это вот, помните, в Гардемаринах вперед, там даже был, там, Абдулов, агент тайной канцелярии, был вынужден по делу на балу, там, какие-то вопросы решать, но он должен был прийти в маскарадные маски, вот, а потом балы Екатерины Второй. Это вот примерно то, что вот Наташа Ростова, уже вот такой вот протокол, пушкинская эпоха, но люди выбирали для себя, им нравилось, вот, Князев делает. Да, да, здорово. То есть, это, можно сказать, фирменное блюдо такое, да, от Князева. Да, оно так и сохранилось до сих пор, пожалуй, балы, ну, мы делаем, наверное, очень хорошо. Сереж, расскажи теперь о технике несколько, сколько в среднем, я понимаю, конечно, мероприятия разные, да, если говорить о частных, может быть, каких-то событиях, сколько в среднем уходит времени на подготовку? Дело такое, не просто, да, снять ресторан, там, условно говоря, меню согласовать и количество гостей, а если... Ну, тут и есть момент, вот, посмотрите, если делать корпоративный Новый год, то это заказывать лучше прямо в мае. Конечно. Вот, потому что нужно площадку сейчас, да, звезд сейчас забукировать, а вот если мы говорим просто о каком-то корпоративе, который, ну, я не знаю, там, по случаю дня рождения компании, да еще проходит, там, в какой-то обычный, там, не праздничный день, ну, это месяц на подготовку, и можно сделать очень хороший праздник. Хотя, конечно, у нас очень часто бывает так, в понедельник звонят и говорят, в пятницу бы нам, пожалуйста, бы в Лондоне, вот, сделайте там вечеринку для наших партнеров, и мы там будем, ну, быстренько реагируем, летим в Лондон, там, через неделю праздник готов. То есть, там, в принципе, да, тоже можно оперативно все это делать? Ну, однажды даже невозможное сделали, вон, в Букингемском дворце, в покоях королевы, в ее столовой сделали ужин для партнеров одной нашей российской компании, но это я так, это с дуром сболтнул, когда они позвонили в понедельник, говорят, нам в Лондоне вот надо удивить, нам надо удивить наших партнеров. Я говорю, ну что, там, во дворце вам у королевы, что ли, сделать ужин? О, лучше бы я не говорил. Ну, на всякий случай поехал, встретился с управляющим дворца, такой, знаете, старой, такой, знаете, вот, седой, такой, да, царедворец, похоже, уже там, в пятом поколении такой. Когда я ему сказал о том, что мы хотим ужин сделать во дворце, он говорит, ну, как-то у нас же в туристической зоне-то нет мест, где бы... Я говорю, а так, а я не про туристическую зону? У него даже очки, похоже, запотели, он их так смотрит на меня, он говорит, вы что, это не обсуждается. А у меня в руках газета «Таймс», где, значит, королева пишет о том, что сейчас королевская семья будет делать все возможное для привлечения средств о том, чтобы вот в Африке, значит, у детей появлялась свежая вода, медикаменты и прочее. Я говорю, вот посмотрите, это не я, это ваш королева написала. Поэтому говорю, давайте так, мы с деньгами пришли, может быть, глядишь, ужин в покоях королевы, зато у нас потом в Африке где-то там, значит, вот свежая вода, у детишек появятся, медикаменты. Я говорю, мало того, я ведь не с вами обсуждаю это, давайте так, я с королевой обсуждаю в вашем лице. Вы ее спросите, а откажут, так откажут. Мои ребята в этот момент уже по всему Лондону там ищут площадки, какие-то обычные, там уже что-то, все. Ну, все в порядке, через два часа он мне перезвонил, он говорит, вы знаете, удивительно, но королева... Ну, Сергей, здесь был аргумент деньги все-таки. Ну, причем я думал, очень большие будут деньги, а оказалось, что 50 тысяч фунтов это было как-то... Мы рассчитываем там 200, я нам скажу, я уже так заказчика готовлю к тому, что будут большие расходы. Ну, уж удивлять, так удивлять. И вдруг нам 50 тысяч фунтов объявили, причем это совсем, представьте себе, вот королевские повара готовят, посуда, все королевское, все. Ну, вот, надо сказать, что мои даже заказчики не сразу все поняли, они поняли, когда они увидели лица своих партнеров, оказавшихся в этой столовой. И когда англичане спрашивают, официанты, это вот здесь королева бывает? Все по-настоящему. Сегодня утром завтракала. И у них было что-то такое, тут уже наши поняли, что произошло. Да, да. Это было круто. Ну, я предположу, что, видимо, да, все бизнес-планы, да, этого вашего клиента... Все в порядке. Сразу все сработало. Очень довольны были. Ну, только я возвращаюсь к денежной теме. Ну, восьмой год, да, Сергей, говорите сами, что вы прошли и через восьмой, и через 2008-й, слава богу, да, все это осталось позади. А сейчас я опять хотел бы, так сказать, предположить, ну, впереди не совсем простые времена, наверное. А, не всегда. Надеюсь, кризисов тогда особых не будет. Это скажется, а, на бизнесе вашем, и б, на количестве и качестве заказчиков ваших. Ну, любые, конечно, экономические потрясения, они так или иначе имеют отражение в нашем бизнесе. Но, знаете, Россия ведь особая страна. Здесь удивительно. Я вот как-то услышал такое, что во время, в период Великой Отечественной войны, московские рестораны процветали. А почему? Ну, потому что люди гуляли, вот, как в последний раз. В последний раз, да. И вот оно сейчас происходит примерно схожее что-то, потому что, когда вдруг, вот, кризис разразился, например, да, и вот нечто похожее мы видели. Люди гуляли прям, вот, ну, по-разному. Я бы сказал, что, конечно, качество корпоративов, мы уже говорили, да, оно падает там, допустим. Зато качество там частных праздников, когда нам заказывают юбилей какого-нибудь господина или его жены, или там его ребенка, а тем более свадьба. Ну, тут, конечно, и в последнее время, конечно, очень много за границей, слава богу, все это стало возможным. Мы там замки какие-то, где-нибудь там на юге Франции берем, там какие-то яхты, регаты устраиваем специально под какое-то событие на Лазурном берегу. Так что сейчас все это возможно, все легко, и поэтому вот здесь удержу нет. Здесь только фантазии, да? Да, ну, вот сейчас у нас, например, вот мы готовим праздник на Сицилии, там есть недалеко от самой Сицилии, там остров Вулкано называется. Действительно, на кратые вулкана, там небольшое поселение, и вот мы решили там одной приятной компанией устроить такой, значит, юбилей их владельца. Вот, и вот это будет прям реально. Ну, это их идея была, или вы предложите? Нет, идея наша, а там дальше уже... Раскручиваясь. Ну, им очень понравилось, да, что они будут прямо на дышащем вулкане. Это плохо, не дай бог, не может оказаться? Всякое может быть. Но говорят, что вулкан последних 200 лет молчал. Есть ощущение, что... Будем на ней, да, хотя бы годочек помолчать. Пока готовим, да, будет молчать. А, кстати, а сезонность есть какая-то в бизнесе? Нет, вот у нашего бизнеса точно сезонов не бывает, потому что если человек родился летом, он летом будет праздновать. Если фирма образовалась, там, предположим, я не знаю, там, в апреле, например, там, да, то она в апреле все равно отпразднует свой юбилей, ну и так далее. То есть, у нас как-то вот сезонов нет, не чувствуется. Если говорить о больших корпоративах, то мы, опять-таки, об этом, да, уже сегодня упомянули. Есть там новогодние, есть летние, да. Кстати, очень, насколько я знаю, очень модно за город куда-то или на кораблике. Ну, это очень хорошо, вот когда, знаете, летняя расслабленность такая у персонала компании наступает, да, и вот грамотные руководители, они понимают, нужен летний корпоратив, такая вот мотивационная. Они надо стряхнуть с хорошими, там, состязаниями с какими-нибудь, там, такими интересными приключениями и так далее, и так далее. И это такой пошла волна прямо летних корпоративов, причем они уже не в формате банкета, а это больше такие вот состязания какие-нибудь, если не спортивные, то околоспортивные. Там, допустим, если уж в волейбол играем, то каким-нибудь, там, допустим, портфелем, а не мячиком, допустим. Если в биатлон, то это не вот не из ружей, там, и на лыжах, а в ластах бежим между деревьями, там, и из водных пистолетов стреляем, там, по остаткам. Ну, это опять ваша фантазия. Конечно, да. Ну, главное, чтобы людям было весело и смешно, чтобы они с удовольствием этому чувствовали. Ну, я думаю, без банкета все равно не обходится, наверное. Ну, нет, разумеется, все заканчивается, нет, начинается все, как правило, с фуршета, а заканчивается все барбекю такой, вот знаете, хороший барбекюшный вариант, когда с дымком все это, барашки тут всякие там, ой, как хорошо. Здорово, это здорово. То есть, здесь сезонности никакой нет? Ну, вот, по крайней мере, у агентств, которые смогли наладить свою работу так, чтобы работать и с консортивным клиентом, и с частными клиентами, то понятно, что всегда заказы есть. Вот, кстати, ваши, в частности, агентства, вы не делаете предпочтения, я так понимаю, да? Ну, у меня как-то агентство получилось так, что разбилось уже на группу компаний, одна компания, это самостоятельная, там, агентство, которое занимается только исключительно пиар-акциями, и тут и крупные пиар-акции, вот такие светские, очень такие эксклюзивные, другая компания только свадьбами, третья только корпоративами, четвертая занимается только, там, детскими, вот, все вот так. Уже отдельно есть подразделения у Швейцарии, потому что очень много Швейцарию стали заказывать, но открыли там подразделения. Здорово. Ну, это упрощает, на самом деле, да, задачи, бизнес-задачи? Конечно. Такая высокая специализация. Да, дело в том, что любая специализация, еще Генри Форд, нам все-таки патриарх бизнеса-то говорил, что как только появляется специализация, появляется высокая производительность труда. Поэтому, если специалист заточен под решение определенных задач, он, конечно, их быстрее решает, если не отвлекается на что-то другое. Вот, кстати, о специалистах, Сергей. О специалистах тема живая, тема важная, о чем бы мы ни говорили. Ну, очевидно, что специалиста, да, в ВМ-бизнесе, я не знаю, где можно произвести. Или вы ходите куда-то, в театральные вузы, или там, в консерваторию, где найти эту специальность? Надо сказать, что... Или собственная, извините, собственная школа. Ну, вот сейчас уже есть собственная школа, но открыта она была не от жизни хорошей, а просто от необходимости решать бизнес-задачу, именно кадровую. Так уж получилось, что, когда я начал принимать свое агентство специалистов с красными дипломами после институтов культуры, я понял, что они вообще ничего не понимают. Я не знаю, чему их там готовят, они не знают, что нужно современному потребителю, да, какие праздники будут покупаться. А, кстати, если говорить о специализации, то институт культуры – это самое близкое, да, что называется, к теме? Самое близкое, да. Ну, и так же, как и театральные училища всевозможные, где готовят там режиссеров, там... Ну, их готовят, допустим, под театральную сцену или под кино, допустим, да, производство. Но при этом, при всем, они понимают основы шоу-бизнеса, они понимают, что, собственно говоря, за процессы нужны. Массовые представления. Да, 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 да. Хотя, вот могу сказать, что ни одно пока заведение в России не готовит по-настоящему вот таких специалистов современного ивент-рынка. Вот, увы. Ну, вот ведем сейчас от ассоциации ивент-агентства, есть такая ассоциация, несколько лет назад мы создали крупные агентства. В Москве. Да, и с МГУ ведем переговоры, сейчас, похоже, успешно ведем, потому что уже начали обсуждать даже спецкурс именно вот по подготовке специалистов для именно бизнеса, ивент-бизнеса. А в рамках какого, что называется, какой профессии спецкурс этот будет? Я так понял, что у нас там два варианта сейчас, либо мы с журналистами, это как-то там на журфаке, да, либо это будет с экономистами, вот как-то. Но нас и тот, и другой вариант устраивает, почему? Потому что, ну, журналисты, не случайно журналистика вообще, она работает с людьми, да, вот, и они понимают, выпускники журфака, например, да, как человек мыслит, что нужно делать для того, чтобы там влиять на его настроение. Коммуникативные какие-то, да, срабатывают. Это очень хороший вариант, да. Ну, а если экономисты будут, ну, по крайней мере, у нас появятся хотя бы профессионалы, понимающие там в цифрах. Да, да, бюджет, чтобы грамотно выстроить, да. Увы, да, сейчас самая большая проблема, это когда креативщик, допустим, придумывает идею, но абсолютно не думает, что заказчику за это придется платить. Это вечная проблема. Сейчас еще раз прервемся, новости на финал ФМ, и потом продолжим эфир. Ну, что ж, друзья мои, вот и подходит к финалу наше, я бы сказал, фееричное, да, фееричное мероприятие сегодняшнее. Наш эфир бизнес-класса. Сегодня мы обсуждаем тему эвент-бизнеса в России. В гостях у меня Сергей Князев, генеральный продюсер эвент-агентства Князев-Ж. Очень много интересного сегодня в эфире, очень живой разговор, для меня, по крайней мере, очень много познавательного. Сережа, ну, давайте все-таки продолжим вот эту тему с профессионализмом, да. Ну, кадры, да, кадры решают все, это еще классики марксизма-ленинизма утверждали. Тут абсолютно, да, с ними можно согласиться. Хорошие кадры, собранные в одном эвент-агентстве, позволяют действительно по-настоящему сделать яркое, фееричное шоу. И люди, которые пришли, неважно, корпоративные это праздники, это частный юбилей, они провели на этом, там, 3-5 часов. И варианты. Если хорошие специалисты это готовили, люди потом еще месяцами вспоминают этот праздник, переживают эти эмоции. И возвращаются рано. Да. А если это готовили дилетанты, ну, понятно, что праздник на следующий день уже забыт, просто больная голова, похмель. Ну, и вот в этом смысле парадокс, что меня тогда этот волнует. Мы начали с того, что сейчас рынок, да, качество вот теряет, 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 потому что демпинг, потому что непрофессионалы. И это парадокс, да, человек обратился к непрофессионалу, получил какую-то, пардон, туфту вместо, да, качественной услуги. Ну, я думаю, что потом-то он логично должен прийти в агентство к ним. Да вот, вы знаете, есть такой момент. Ведь праздник, это же не пылесос, который можно пойти обменять, например, там, да, вот брак. Да. Да, праздник, все, вот он прошел и прошел, уже его там по второй раз не повторишь. И у людей просто складывается, внимание, такое, знаете, вот впечатление, что вот массовики за кризис. Это везде так. Они вот халтурщики все, они обещают одно, а на деле другое. Вот у нас был случай, да, как раз, вот такая вот, и ко всем остальным будет такое же отношение. Увы, вот этот вот негатив, он, конечно, присутствует так или иначе, ну, хотя бы потому, что действительно дилетантов на рынке много. А не всякий заказчик, ну, скажем так, задается целью именно вот чего-то поискать стоящее там, да, как-то в интернете посмотреть, посмотреть портфолио агентств. Ну, набрал организация праздника. Я думаю, что первое, да, на что обращает внимание заказчик, это на бюджет. У него есть вот какое-то количество денег, он пытается... И тут есть момент, да, опять же, представление о том, что можно задешево сделать хорошо, оно приводит к тому, что, ну, выбирают тех, кто подешевле делает, потом сами же переживают заказчики, что вот надо же, испортили настроение только заказчикам, но и гостям, и, в общем, и вот там. Задачу не решили, к сожалению. Кстати, вы заговорили о том, что ассоциацию, да, создали? Ну, да, а, кстати, ассоциацию с той целью и создали крупные ивент-агентства для того, чтобы помочь заказчикам хоть немножко разобраться вообще, кто на рынке профессионалы, а кто просто, так сказать, себя такими заявляет. Ну, представьте себе, человек набирает в Яндексе организация праздников, да, 30 страниц сплошной сайты, а зачастую сайт, на сайт смотришь, солидное агентство. Такие мероприятия, такие фотографии, такие красивые, все так здорово, да, сайт хороший, а то, что это два студента ГИТИСа в общаге с компьютером, и все агентство, они же не видят это. Ну, это и все. А потом, кстати, ну, я моделирую ситуацию, потом понять это, да, до непосредственного мероприятия очень сложно. Мы можем встретиться где-то в кафе, правильно, то есть в офисе. А вот, кстати, надо сказать, ошибка очень многих заказчиков, это то, что они сами как бы не трудятся доехать до офиса агентства, хоть посмотреть, в каких условиях их праздник готовится. Увидеть, да. Поэтому зачастую, да, приглашают к себе в офис, ну, а туда можно приехать в галстуке, как вы понимаете, взяв его у соседа по комнате в общежитии, да. Ну, да. Потом это, конечно, вскроется, что это была вот эта халтура. А так, в принципе, я, конечно, рекомендую всегда заказчикам, чтобы приехать в офис, посмотреть на тех людей, которые вам праздник будут делать, и вам все сразу понятно будет, в каких условиях они сидят, за какими компьютерами работают, вообще есть они там, эти компьютеры или нет, или там один на всех. Да, и люди-то есть ли там эти или нет. Да. То есть в данном случае офис может, да, все-таки какое-то представление. Ну, это одно из, по крайней мере, важных таких элементов, которые может дать тебе сказать, да, здесь работают профессионалы. А если вас еще провели по офису, познакомились со всеми, вот этот специалист будет заниматься звуком, светом, вот этот специалист декором, а вот этот будет артистов приглашать. А этот менеджер будет сидеть как креативщик вообще-то, да, вот будет как раз сочетать по сценариям вам. А, кстати, вот тоже, на мой взгляд, действенная, да, вещь, это когда вам показывают прошедшие мероприятия, вот мы делали для этого, для этого, для этого. Да, конечно, да, портфолио важный мой элемент. Мало того, сейчас можно, знаете, вот, хорошее современное ивент-агентство, это что? Мы уже потрудились делать все, чтобы заказчик даже, ну, не хочет ты ехать к нам в офис, ну, не надо париться, включи скайп, у нас камера, которая гуляет по офису. Мы тебя проведем этой камерой по офису, мало того, ты потом на всех наших совещаниях по подготовке твоего мероприятия, мы тебя будем видеть на экране, а ты будешь видеть всю переговорную комнату, как мы тут с подрядчиками совещаем. Здорово, здорово. Вот, мало того, заказчик зачастую находится вообще в другой стране, там, он с нами тут. То есть высокие технологии, да, на вооружении ивент-агентства? Да, это конкурентные преимущества. Вот, а я хочу сказать, не каждое ивент-агентство, да, может себе позволить такие вещи? Да, сейчас уже, наверное, каждое, просто не всякое об этом как бы задувывается, вот и все. У нас, да, вот две переговорки, обе оснащены вот такими вот уже мультимедийными всякими там средствами коммуникации, можно легко все смотреть. Возвращаясь к разговору об ассоциации, вот ее задачи все-таки вы формулировали, ну, помимо того, чтобы создать некое ощущение, да, конкуренции на рынке, зерна открыли. Да, в ассоциацию, конечно же, мы берем не всех, это точно. Мы берем только тех, те агентства, ну, и, кстати, не только московские, это по всей России к нам сейчас вступают в ассоциацию эту. Это только профессионалы, у которых действительно там за спиной не один год работы и серьезные проекты. Как вот один профессионал, один профессионал? Ну, в первую очередь, по портфолио уж, да, если нам в ассоциации, допустим, да, мы рассматриваем заявку и показывают работы свои, да, то мы сразу можем оценить уровень этих работ. И тут же уже можно сразу сказать, да, это агентство профессионально работает. Допустим, может, агентство вообще год на рынке существует, но при этом при всем делает очень хорошие уровни, ну, при этом кадры хорошие. А другое агентство пять лет на рынке, а делает халтуру, ну, и, понятно, это не наши, не члены ассоциации. То есть, жесткий отбор там. Очень жесткий, хотя бы потому, что, ну, как бы это цеховая такая, знаете, вот, солидарность еще. Мы хотим, чтобы у нас были в ассоциации только профи. Ну, то есть, вы уровень, да, какой-то пытаетесь планку эту поднять, чтобы... Ну, и надо сказать, многие заказчики уже оценили, крупные корпорации, да и крупные частные персоны стали в ассоциацию обращаться и говорят, ну, давайте так, вот на тендер проводим, нам нужны только члены ассоциации. Все, вот, чтобы в тендер пригласить не вообще все агентства, а вот члены ассоциации. Ну, это вот уже, это подход уже, я понимаю, такой, заявка на качество. Люди хотят качества, а вот они его получат. Заговорили о крупных корпорациях, да, о том, как вы, собственно, непосредственно, ваше агентство растет. Можно говорить о тенденции, что, так сказать, укропняется, укропняется, укропняется и часть... Это как на любом рынке, это вот как на любом рынке. Возьмем мы с вами там рынок страховых услуг, да, их было страховых компаний в свое время, миллион там по России, да, сейчас все укропнилось, да, их там несколько десятков. Ну, то же самое происходит. То есть, это логично, да? Рекламные агентства укропняются, понятно, туры агентства укропняются, и ивент агентства тоже укропняются. И частники все равно существуют, я знаю, да? Вот те, кто буквально частным образом это... Ну, я бы сказал, что по-прежнему есть институт Тамаде. То есть, люди, женщины, которые как Тамада могут выйти и сделать свадьбу с баянистом на пару, например, там, таких много. А, кстати, деятельность лицензира никакого не требует? Пока, к сожалению, нет. Пока, к сожалению, Сергей Говорит. Я бы сказал, почему к сожалению, потому что это все, опять же, к тому, что любой, кто хотел подзаработать под Новый год, создает якобы агентство, рубит капусту, делает халтурные праздники, а потом, соответственно, ко всем на рынке отношение такое. Да, поэтому было бы лицензирование, может быть, порядка побольше было бы, меньше было бы всяких казусов, таких, как, там, аппаратура не сработала, вдруг, там, вышел генеральный директор поздравить свой коллектив, в этот момент микрофон выключился. Тело батарейка. Это у халтурщиков, да, вот так вот. Ну, в любом случае, надо говорить, конечно, что все под боком ходят, но микрофон мог выключиться у кого угодно. Но, вы знаете, у профессионала всегда есть, по крайней мере, тот же второй. Второй, на всякий случай. Это нормально. Так, Сереж, ну, и несколько минут осталось буквально о перспективах, как вы видите, да, и ваше непосредственное развитие, ну, и вообще в России, как это будет? Ну, я вижу следующее, что первая перспектива и отрадная перспектива, она уже наметилась на рынке, нашим российским ивент-агентством стали заказывать зарубежные клиенты. Я, кстати, об этом вот первый раз от вас услышал. Ну, вот, я думаю, это очень приятно, да, хотя бы потому, что, видимо, там тоже поняли ценность корпоративных праздников. Именно вот, тут я хочу сказать, что именно корпоративные клиенты, то есть, несколько частные, именно корпоративные клиенты стали заказывать там крупные концерны, международные, там проведение мероприятий за рубежом, а обращаются к нам. Это, наверное, как, знаете, вот, если кто-то хочет хороший фильм снять, обращаются в Голливуд. А у нас, видите, стали обращаться в Россию, потому что здесь высокий уровень профессионалов, которые делают это. Это первая тенденция. Обратный Голливуд у нас здесь. Вторая тенденция – это то, что очень много наших клиентов, тут уже больше, скорее, частных и корпоративных топ-клиентов, да, заказывают мероприятия за границей для себя, со своими иностранными партнерами. И мы осваиваем сейчас фактически, ну, как, ну, всю Европу уже, где только уже не делаем, нас уже знают, мы знаем подрядчиков, мы знаем, например, что там в Венеции, предположим, да, можно устроить потрясающую вечеринку для партнеров в «Самке Казановы». Ну, и такие вот вещи. Я бы назвал тематическую вечеринку, да, если в «Самке Казановы». Пригласив туда всех главных бухгалтеров банков России. И логистов. И логистов. Вот, ну, еще тенденция к тому, что, конечно, на нашем рынке сейчас, как ни крути, все больше и больше профессионалов приходят вот как раз из мира журналистики и тележурналистики. То есть приходят хорошие ведущие, например, да, если раньше там заказчик нам говорит, вот мне нравится вот эта ведущая новостей, пусть она у нас ведет корпоратив. А мы прекрасно понимаем, что она с залом не справится. Когда 300 человек будут выпивать, вставать, ходить, да, она может объявлять номера или выход какого-то там поздравляющего. Да, и новости посчитать. Да, но сейчас стало приятно то, что очень много развлекательного телевидения, и там как раз очень много таких вот хороших ребят, которые спокойно, легко могут вот так выйти на зал и отработать зал, вести за собой 5 часов, создавая прекрасное настроение. Вот это тоже тенденция очень хорошая. И о регионах, да, два слова буквально скажите. Сами-то вы в регионы смотрите, ну, я имею в виду, не швейцарий, не швейцарский регион. Вообще я родом из Новосибирска и могу сказать, что я, конечно, с удовольствием работаю всегда со своей родной Сибирью, когда мне оттуда что-то заказывают. Вот Урал очень сильно развивается. Здесь можно вообще сказать, что Уральский ивент, благодаря заказчикам, вырос невероятно сильно. Я бы сказал, что и питерский, и московский ивент могут позавидовать по части креатива Уральскому. Да, вот тут вообще. Дальний Восток, может быть, чуть отстает, но вот я смотрю, Хабаровск просто идет вперед как локомотив. Там столько креатива, столько интересных праздников с маленькими бюджетами. Просто ребята за счет креатива делают потрясающие праздники. Оказывается, и так можно. Дай бог. Спасибо огромное, Сергей. Уважаемые слушатели, я благодарю вас за внимание, я благодарю моего сегодняшнего гостя. В студии бизнес-класса был Сергей Князев, генеральный продюсер ивент-агентства Князев. Ну, и обсуждали мы, естественно, эту тему, как чувствует себя ивент-бизнес в России. Я хочу сказать, если Сергей со мной согласится, чувствует он себя неплохо. Неплохо. И дай бог ему, да, на многие-многие годы. Спасибо огромное за внимание, всего хорошего, успехов в бизнесе. До свидания. Всего доброго.